Приветствую вас, Надежда. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Смотрите, чтобы решить вашу проблему, научиться любить себя, как правильно, на мой взгляд, сказал мой коллега, необходимо перестать по-старому мыслить. И для этого есть несколько важных моментов. Первый момент – это обратить внимание на условия, которые вы себе ставите при принятии себя. То есть на данный момент сейчас вы ставите условия, при которых есть возможность вам себя принять. На данный момент это работает вот примерно таким образом. Соответственно, этих условий априори быть не должно, потому что эти условия вымышлены, а не вымышлены, а не иллюзионы. Скажем так. Вот, но они у вас есть, эти самые условия, и в первую очередь избавиться нужно от них. В первую очередь. Во вторую очередь, крайне важно увидеть те попременности, которые вы пытаетесь реализовать через мужчину. то есть речь идёт о том, чего вы хотите, о том, почему вы не хотите терять мужчину, и о том, как можно потерять человека, если он вам, условно говоря, никогда не принадлежал. о том, как вы, я надеюсь, понимаете, человек не является собственностью. а вы, когда говорите о потере, вы говорите, к сожалению, именно о сведении ценности человека к какой-то такой вот ну, я бы сказал я бы сказал вечной истории именно вечной истории то есть история о вещей что не является в данном случае корректным. но вместе с тем необходимо понимать что у сложившейся ситуации есть свои причины например ваше желание ваши потребности которые вы пытаетесь удовлетворить находясь с мужчиной не осознавая их по сути то есть ну вот именно что не осознаете свои желания вы не осознаете свои желания и сейчас вот то что вам ну грубо говоря видится это возможность удовлетворить свое желание через любовь к мужчине через зависимость вы чего-то хотите именно именно ваше желание именно они именно ваше желание что способствует тому что вот вы зависимы то есть именно вот то что вы ну именно то что вы нуждаетесь именно то что вы нуждаетесь в мужчине вот и влияет на то что вы зависим вот соответственно это вам это вам не в обвинении сейчас ни в коем случае ни в коем случае не в обвинении речь идет именно о ну именно о понимании причин о понимании тех аспектов которых которые привели вас к данному состоянию и как следствие из чтобы вы могли в дальнейшем что-то уже с этим сделать как следует из я надеюсь моего ответа необходимо признать несостоятельными любые условия любые условия которые вы себе сами ну можете выставлять предъявлять вы себе сами можете предъявлять эм необходимо убрать эти условия необходимо признать их несостоятельными необходимо учиться мыслить мыслить эм скажем так другими категориями если можно так выразиться если и вот здесь как раз и начинается сложности ибо вы для себя привыкли мыслить скорее всего в определенных ключах вы привыкли мыслить в определенных аспектах вы привыкли мыслить в определенных аспектах и вам будет мягко говоря непросто думать иначе перенастроить свое перенастроить свое мышление вам будет мягко говоря не просто эм думать иначе потому что ну вы банально элементарно вы привыкли мыслить какими-то вот определенными категориями и ничего нет удивительного в том что вы хотите продолжать кроме того а текущее ваше состояние текущее ваше состояние например что вы позволяете мужчине вытирать от себя ноги и прочее прочее вот а вам что-то дает необходимо это тоже понимать то есть вам дает что-то это состояние состояние в котором вы находитесь и это создает эффект выгоды дополнительные выгоды дополнительного стимула мотивации находиться находиться данном состоянии поэтому поэтому чтобы вам и из этого состояния выйти в том числе нужно увидеть и если это возможно конечно прочувствовать мотив то чего я нахожусь в этом состоянии что мне это состояние дает условно говоря дальше значит а вы пишите вот на самом деле мужчину очень люблю не хочу его терять тут вы говорите опять же исключительно про потребность вы говорите исключительно про ну про свои желания и как справедливо заметил опять же мой коллега к любви это отношение имеет весна посредственно потому что любовь это желание отдавать и нацеленность на отдачу если же вы действуете ну вот то как вы действуете свидетельствует больше о том что вы хотите получать получать в этом самом по себе плохого ничего нет в том что вы хотите получать но получать можно разными способами и в том числе способами ну я бы сказал крайне безболезненными но вы выбираете способы весьма неприятные вы выбираете способы которые оборачиваются для вас негативом и соответственно это позволяет говорить о том что дело здесь не совсем в любви дело здесь ну далеко не только в любви а дело здесь еще и в ваших вот желаниях в ваших потребностях в том что вы ну грубо говоря вот в себе не уверены в чем-то и соответственно это создает ощущение что с вами что-то не так это мотивирует вас на просто пробу а продолжать пытаться ну что-то вот с мужчиной делать да доказывать например что вы им не изменяете и прочее прочее ну а мужчина просто в данном случае вами манипулирует потому что хочет чтобы вы ему подчинялись по сути речь идет о том что вы себя обесцениваете на данный момент вот по сути о чем идет речь что вы себя обесцениваете и собственно речь идет о том чтобы помочь вам грубо говоря ну себя обесценивать перескать так а принять себя наконец настоящий такой какая вы на самом деле есть большие сомнения в том что вы сможете сами это сделать без помощи специалистов без помощи специалиста что вы не можете или что-то еще а просто потому что это очень сложно и ну непросто поэтому вам будет оптимально быстрее обратиться к специалистам чтобы вам помогли конечно 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 вы можете этого не делать тогда я предлагаю вам самой посмотреть на то что вы себе обесцениваете например и почему за счет чего вы себя обесцениваете как так вот получается что вы себя обесцениваете почему вы считаете например что с мужчиной да ну вот с которым вы находитесь в отношениях можно быть любой ценой то есть ну это вот это просто то что вы делаете сейчас да то есть вы стараетесь любой ценой быть человеком ценой своего достоинства ценой своего самоуважения и всякое такое вот это очень важный момент вот за счет чего происходит ну ваше обесценивание себя как оно происходит вот а можно можно и подумать для себя опять же какие условия выдвигаются вами на принятие себя какими категориями вы мыслите например какие категории у вас преобладают ну скорее всего какие категории преобладают у вас такие как правильно неправильно хорошо плохо вот именно эти категории дают возможность ну вот в данном случае вам себя обесценивать потому что любая церковь вообще вера в то что вы способны себя оценить такая вот ну такая позиция что я могу себя оценить она достаточно как бы так сказать она достаточно эта позиция самоуверенная она достаточно такая ну объективизирующая потому что вам вы не можете себя оценивать но вы пытаетесь это делать вот поэтому любовь к себе это отказ от условий которые вы сами выставляете это критика условий критика условий которые вы опять же да сами себе выставляете это именно что критика условий до тех пор пока вами будут приниматься эти условия до тех пор пока вы будете приниматься принимать условия которые ну в том числе сами себе выставляете да ээээ ситуация будет достаточно для вас плачевна потому что вы будете вы будете вы будете вы вынуждены по сути постоянно этим эээм условиям следовать вот эээм эээм хотите вы этого не хотите этого вы будете вынуждены постоянно этим условиям следовать и собственно в этом и заключается трудность вашего состояния что привыкнул к ээээм привыкаем жить ээээм в ээээм ну в реалиях скажем так условиям вы забываете себя и когда другой другой человек в данном случае мужчина ображают вам эти условия ображают вам то что вы думаете сами в том числе о себе самой и начинается то что психология принято называть созависимыми или зависимыми отношениями к сожалению вот собственно то что я могу вам ответить опираясь на ваши текст еще раз повторюсь что эээээ существует достаточно серьезное практически парадоксальное противоречие между с одной стороны обесцениванием себя постановкой себе условий от и поддремностью и насколько вы питаетесь свои поддремности поддавить может быть а может быть эээм рационализировать Настолько же хаотично ваши, условно говоря, ваши желания будут о себе заявлять, поэтому так важно за данное претворительное разрешить, но имейте ввиду, что есть вещи, в которых вы очень уверены, есть вещи, в которых вы крайне уверены, есть вещи, которыми вы все это время жили со своей жизнью и отказаться от них вам будет непросто, страшно. Именно поэтому так важна поддержка психолога, именно поэтому сами вы, возможно, не справитесь. Ну и наконец, последнее, на чем я хотел бы, наверное, закончить свой ответ последним. Это идея или мысль, как угодно ее называйте, вопрос может быть даже просто на подумать. Хотя, вероятно, вероятно, вы уже выдавали себе его, но тем не менее. как вы можете одновременно любить человека, страдать от того, что он делает по отношению к вам и бояться его потерять. И вообще, наверное, очевидно, что здесь взаимо исключающие вещи есть. А любовь? Если это любовь. Ну, всегда больше про отдачу, но не про негатив. Не прострадали. Имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова